Дональд Трамп Дональд Сан-Франциско отказался возобновить действия антииммигрантского указа нового американского президента. Что такое договор о ядерном нераспространении? Этот вопрос поставил в тупик Дональда Трампа. Новые подробности его разговора с Владимиром Путиным. Скандал вокруг бренда Иванки Трамп набирает обороты. Комитет по правительственной этике рассматривает жалобы на президента и его советника. Кинофестиваль с политическим оттенком. В Германии открылся Берлинале, но разговоров о политике едва ли не больше, чем о фильмах. Новость последнего часа. Решение о приостановке действия антииммигрантского указа Дональда Трампа оставлено в силе. Апелляционный суд 9 округа Сан-Франциско отказал в апелляции Министерства юстиции и фактически выступил против президента Трампа. В решении судей сказано, что Минюст не предоставил достаточных доказательств того, что кто-либо из граждан семи государств, которые значатся в указе Трампа, представляют угрозу для безопасности США. Кроме того, судей отмечают в своем решении, что вместо того, чтобы отстаивать свою позицию, представители Министерства юстиции попросту заявили, что суд не должен пересматривать решение президента. Напомню, что в конце прошлой недели федеральный судья из штата Вашингтон Джеймс Роберт приостановил действия указа Дональда Трампа, в соответствии с которым приостанавливается прием беженцев в США, а также запрещается въезд в страну гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением. Министерство юстиции тогда попыталось обжаловать это решение, но федеральный суд в апелляции отказал. Теперь это дело рассматривает окружной суд в Сан-Франциско. В министерстве юстиции уже заявили, если исполнение указа не будет восстановлено, ведомство готово подавать новые апелляции вплоть до Верховного суда. Решение суда в Сан-Франциско уже прокомментировал и сам Дональд Трамп. Вот что он написал у себя на странице в Твиттере. Увидимся в суде! На кону безопасность нашей нации! Протесты в Аризоне. Жители Феникса вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с депортацией гражданки Мексики. Гваделупа Сантьяго прожила в США почти 20 лет нелегально. Сотрудники миграционной службы задержали несколько дней назад ее во время рейда против нелегальных иммигрантов и решили депортировать женщину. В США продолжаются акции протеста против антииммигрантского указа Дональда Трампа. С чем связана такая волна гражданской активности? Обсудим этот вопрос с нашим политическим обозревателем Владимиром Козловским. Он присоединяется к нам. Владимир, добрый вечер. Привет. До гражданской войны, слава богу, еще далеко. И в любом случае моя сторона ее быстро выиграет, потому что она вооружена, а противник сможет стрелять настолько мыльными пузырями и соломинок. Но вражда между сторонами небывалая. И по ощущению предвоенная. Я помню свой первый американский митинг протеста, имевший место в далеком 1975 году. Коммунисты заняли Сайгон, и студенты Ельского университета, где я тогда работал, требовали, чтобы республиканец Джеральд Форд прекратил пускать в США вьетнамских беженцев, запятнанных сотрудничеством с Янки. На том митинге не было и тени того озлобления, которое я вижу в Америке в нынешнюю эпоху, начавшуюся с оккупантов Уолл-стрита. Меня встревожил погром, который учинила в Беркли хорошо организованная группа левых боевиков в масках, бившая стекла в здании студсовета имени Мартина Лютера Кинга, где должен был выступать правый хулиган Майло Янополос. Это пригожий гей, который публично хулит руководство гейского движения, феминисток и либералов. Хулиганы, одетые с ног договорю в черное, бросали в университетскую полицию фейерверки и коктейли Молотова и разгромили кофейню Старбакс, хотя она против Трампа, и несколько интернет-кафе, которые тоже, наверное, не за. Поскольку дело было в прогрессивном Беркли, полиция арестовала в тот вечер всего одного человека. Левая так часто буянит нынче на встречах республиканцев с избирателями, что на днях республиканцы, фракция Конгресса провела закрытую встречу со своим коллегой, который был в прошлом шерифом и объяснил им, как обезопасить себя во время грядущих классовых боев. Например, завести в своих местных офисах запасной выход для бегства или заменить стеклянные входные двери стальными серьезными запорами. По крайней мере, в восьми штатах страны обсуждаются меры против массовых выступлений, которые вышли из-под контроля. Например, в Айове внесен законопроект, увеличивающий срок заблокирования скоростных автострад до пяти лет тюрьмы. В Северной Дакоте предлагают освободить от наказания водителей, которые непреднамеренно переедут демонстранта, вышедшего на проезжую часть. В Миннесоте оккупантов шоссе и аэропортов предлагают вдобавок к тюрьме заставлять покрыть экономический ущерб от акции протеста. В Миссури предлагают наказывать участников незаконных акций за сокрытие лица под маской, колпаком или иным камуфляжем. В Халавин маскироваться разрешат. До гражданской войны еще довольно далеко, но горючий материал для нее копится непрерывно. Спасибо, Володя. Это был политический обозреватель РТВА Владимир Козловский. Еще несколько тысяч солдат необходимы США для продолжения антитеррористической операции в Афганистане. Об этом сегодня заявил командующий силами США и НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон. По его словам, сейчас на территории страны находится около 8 тысяч военнослужащих США и еще 6 тысяч представителей стран НАТО. Сокращение воинского контингента, которое проводилось в последние годы, себя не оправдало, заявил Николсон. В Афганистане резко возросла террористическая угроза. У нас есть достаточно ресурсов для продолжения антитеррористической миссии в Афганистане. Но есть серьезный дефицит военнослужащих. Нам необходимо несколько тысяч военнослужащих. Мы надеемся не только на помощь армии США, но и наших союзников по НАТО. Напомню, что США вывели из Афганистана большую часть своих войск в 2014 году. Тогда численность контингента сократилась примерно с 77 тысяч солдат до 30 тысяч. А к прошлому году в Афганистане оставались лишь 8 тысяч человек. Однако, по словам представителя Пентагона, вывод войск привел лишь к увеличению числа терактов. По словам представителей командования вооруженных сил США и НАТО, в 2016 году в результате терактов в Афганистане погибли около 5 тысяч человек. Сегодня Россия и Турция из недавно помирившихся недругов вновь едва не стали врагами. В результате удара российских самолетов в Сирии погибли трое турецких военных. В Кремле произошедшее назвали непреднамеренным ударом во время бомбежки позиций ИГИЛ. И в попытке избежать эскалации напряженности российский президент Путин тут же позвонил президенту Турции с извинениями и соболезнованиями. Путин принес извинения. Совместное расследование не планируется. Президент России в телефонном разговоре в четверг выразил соболезнования своему турецкому коллеге Раджепу Таипу Эрдогану в связи с фатальной ошибкой российских ВКС. В результате ударов российской авиации на севере Сирии в городе Эль-Баб убиты трое турецких военных. Еще 11 ранены. По данным официальной Москвы, самолеты выполняли атаки по позициям террористов ИГИЛ. Одна из бомб случайно попала в здание, используемое турецкими военными частями. Официальные версии причин гибели солдат в России и Турции называют те же самые. Таким образом, необходимости в расследовании стороны не видят. Погибших и раненых незамедлительно доставили в клинику в Килиси, приграничном Сирии, турецком городе. Российские и турецкие генералы, воюющие в Арабской республике, провели предварительный анализ инцидента и пришли к выводу. Москва и Анкара обязаны срочно повысить степень координации своих боевых действий и выработать эффективные механизмы взаимодействия. Аль-Баб – важнейший сирийский транспортный узел, находящийся возле самой границы с Турцией. Город занят боевиками ИГИЛ, однако сирийская вооруженная оппозиция при военной поддержке Турции успешно наступает на позиции экстремистов. И вот российский налет операции помешал. Досадная ошибка, говорят в Кремле. Пока Москва и Анкара пытаются сгладить очередной неприятный инцидент, за Турцию всерьез берется Америка. Сегодня стороне члену НАТО нанес визит, назначенный Дональдом Трампом, глава Центрального разведуправления США Майк Помпео. Это его первый зарубежный визит в новой должности, цель которого – восстановить отношения с Турцией. В повестке двух стран планируемая совместная операция по освобождению города Рака – Аплота и ИГИЛ в Сирии. Но в не меньшей, а может и в большей мере, стороны заинтересованы в возвращении к сотрудничеству. Отношения двух стран в последнее время переживают кризис. Причина тому – поддержка Америки курдов, которых в Турции считают сепаратистами и террористами, а также нежелание Вашингтона выдавать Анкаре Фетхуллаха Гюлена. Этого проповедника власти Турции называют вдохновителем попытки госпереворота летом прошлого года. В Соединенных Штатах неоднократно обещали рассмотреть запрос турецкой стороны об экстрадиции Гюлена, но, по всей вероятности, выдавать Анкаре проповедника здесь не планируют. Гражданская война в Сирии, которая идет уже шесть лет, сильно усугубляется еще и тем, что в ней участвует слишком много сил с разными, порой диаметрально противоположными интересами. Турция, Россия и Иран с недавних пор представляют в Сирии единый миротворческий альянс. При этом Россия поддерживает режим президента Сирии Асада и противостоит оппозиции. Турция, будучи членом НАТО, на стороне сирийской вооруженной оппозиции и против Асада. В то же время Турция в обиде на США за непризнание Вашингтоном курдов террористами и на Евросоюз за то, что ЕС так и не ввел для турок безвизовый режим. Таким образом, Турция имеет больший интерес в союзничестве с Москвой, чем с Западом. При этом все стороны с переменным успехом воюют с террористами ИГИЛ на сравнительно небольшой территории в Сирии, что приводит к трагедиям, подобным сегодняшней. Первый разговор Дональда Трампа и Владимира Путина, состоявшийся две недели назад, как выясняется, прошел совсем не так гладко, как сообщалось. По данным агентства Reuters, президент США подверг критике российско-американский договор о ядерном разоружении. Источники агентства Белом доме рассказали, что во время телефонного разговора Путин поднял вопрос о возможном продлении договора СНВ-3, который в 2010 году подписали тогдашние президенты Медведев и Обама. При этом Трамп, как выяснилось, даже не знал, что это за договор. Он сделал паузу и обратился к своим помощникам с вопросом, о чем речь. После того, как ему объяснили, Трамп, по информации агентства, сказал, что договор был одной из неудачных сделок, заключенных предыдущей администрацией. Белый дом эту информацию комментировать отказался и отослал рейтер к официальному сообщению по итогам телефонного разговора. В нем, к слову, ничего не говорилось об обсуждении нового договора СНВ. Добавлю, что во время предвыборных дебатов Трамп заявлял, что Россия перехитрила Соединенные Штаты с договором о ядерном разоружении. Это новости на канале RTVI. Далее в эфире. Скандал вокруг бренда Иванки Трамп набирает обороты. Комитет по правительственной этике рассматривает жалобы на президента и его советника. И кинофестиваль с политическим оттенком в Германии открылся в Берлинале. Но разговоров о политике едва ли не больше, чем о фильмах. Все это через минуту на канале RTVI. Оставайтесь с нами. Это новости на канале RTVI. Продолжаем выпуск. В Манхэттене, где находится студия RTVI, сегодня поразительно тихо и безлюдно. Город пережил снегопад и мощную метель. Из-за непогоды заложниками, которые на северо-востоке США стали 50 миллионов американцев, отменены более 3000 авиарейсов и 1000 школьных уроков. Глубину сугробов на улицах Нью-Йорка отправилась проверять моя коллега Ксения Муштук. Сильный снегопад длился в Нью-Йорке почти сутки. Коммунальные службы выделили на очистку дорог более 2000 единиц снегоуборочной техники. Но по-прежнему метро и пригородные поезда ходят с сильными задержками. Так что тем, кто еще находится на работе, добираться до дома будет не так просто. Февральская метель, которую синоптики назвали Нико, коснулась 60 тысяч человек в шести штатах северо-восточного побережья США. От Мэна до Массачусетса. Были отменены почти 4000 внутренних авиарейсов, в числе которых и 1700 из аэропортов Нью-Йорка. Ситуацию осложняет резкая смена температуры. Еще накануне столбик термометра поднимался до плюс 16 по Цельсию, а сегодня опустился до минус 6. Из-за этого мокрый снег осел на линии электропередач и деревья. Несколько округов штатов Нью-Йорк и Мэн остались без света. Хуже обстоит дело с пригородными дорогами. Власти выступили с предупреждением для граждан не выходить сегодня и, по возможности, завтра из дома. Еще вчера мы гуляли на пляже, а сегодня стоим в сугробе. Самая большая проблема сейчас – плохая видимость на дорогах. Пожалуйста, не садитесь за руль. Плохая новость в том, что несколько округов, в том числе Нассо и Саффолк, далеко не в лучшей форме. Продолжается сильный ветер до 80 км в час. Это очень снижает видимость. Сегодня во второй половине дня на несколько часов была заблокирована одна из трасс Нью-Джерси. В ДТП попали два грузовика. Десятки аварий зарегистрированы также в Массачусетсе и Коннектикуте. Сообщается об одном погибшем. Один человек скончался и в Нью-Йорке. По данным полиции, 59-летний швейцар расчищал дорожку перед подъездом жилого дома, но упал и врезался головой в стеклянную дверь. В больницы мегаполиса с переломами после подобных падений попали еще несколько человек. В мегаполисе в четверг были закрыты все муниципальные школы. Дома остались более миллиона учеников. Не работали также школы Нью-Джерси и Массачусетса. Еще один выходной завтра ждет школьников Бостона. Там по-прежнему много снега. Кстати, в заснеженной столице Массачусетса сегодня даже видели снежного человека. Им, правда, оказался переодетый местный житель. К сожалению, наслаждаться первым масштабным снегопадом дети и взрослые смогут недолго. Уже в субботу температура поднимется до плюс шести, а в воскресенье пойдет дождь. Правда, по прогнозам пенсильванского синоптика Фила, весна придет не скоро. Напомню, 2 февраля Сурок увидел свою тень. А это означает, что нас ждет еще шесть недель зимы. Комитет по правительственной этике получил тысячи жалоб американцев с просьбой разобраться в последних событиях вокруг бренда дочери президента Трампа Иванки. Речь идет о слишком эмоциональной реакции главы государства и его администрации на решение ритейлера Nordstrom отказаться от марки Иванка Трамп. Последней каплей в скандале стал призыв советницы Трампа покупать одежду Иванки. Слова эти прозвучали во время интервью Келли и Конвей в программе «Фокс и друзья» в четверг утром. Отвечая на вопрос о ситуации вокруг отказа, Nordstrom продавать одежду, обувь и украшения от Иванки, консультант Трампа заявила, что все, что делает Иванка, цитата, «замечательно». И добавила, я сама это ношу и всех призываю, покупайте, это сегодня же. Все это можно найти в интернете. Ранее Иванку и ее бренд поддержал папа Трамп, заявив, что Nordstrom обошелся с дочерью президента несправедливо. Представители ритейлера ответили, что отказались от линии Иванка Трамп из-за низких продаж. А после рекламных призывов Келли и Конвей, эксперты по правительственной этике заговорили о возможном конфликте интересов. Белый дом ответил, что с госпожой Конвей проведен брифинг по поводу ее поведения в телеэфире. Добавлю, что помимо Nordstrom от продажи товаров под брендом Иванка Трамп отказалась как минимум еще одна сеть «Нейман Маркус». Новый миропорядок, сопротивление, импичмент – самые популярные слова на берлинском кинофестивале. Фильмы из мусульманских стран, истории о сирийских беженцах и документальное кино в защиту украинского режиссера Олега Сенцова. Программа «Берлинали», которую начали готовить еще два года назад, оказалась злободневной. О чем говорят режиссеры за кулисами «Берлинали» в репортаже моего коллеги Константина Гальденсвайга из Берлина. Зимний мороз и открытые платья на красной дорожке. Кенелопа Круз, Катрин Денев, Хью Джекман, Эван Макгрегор и Морис Блейбтрой – все это на фестивале «Берлинали» неизменно. Как и то, что уже завтра все они уступят место менее титулованным, но более молодым и идейным кинематографистам. У команды Дитера Кослика, бессменного главы «Берлинали», на подготовку к каждому фестивалю, говорит он, уходит два года. Когда картины только начинают отбирать, еще не знают на фоне каких реалий. Киновымысел представят пару лет спустя. На сей раз «Берлинали» этим реалиям противостоит, будто другая сторона надежды – светлая комедия о сирийских беженцах от финского филантропа Аки Каури Смяки. Или немецкая кинобиография «Молодой Карл Маркс». Точно специально для времен, когда привычные политические рецепты не работают. А еще кино в защиту нынешних бунтарей. Суд «Российское государство против Олега Сюнцова». Фильм в поддержку осужденного украинского режиссера в программе «Берлинали» стоит особняком. Это очень смелая лента, в работе над которой участвовали и близкие Сенцова. Человек сидит в тюрьме в Сибири, в краях далеких, куда бы я, например, совсем не хотел угодить. И уж тем более не на 20 лет. Мы показываем это кино и надеемся, что оно вызовет реакцию. От «Берлинали» Голливуд всегда был далеко. Зато на сей раз Вашингтон на редкость близко. И организаторы, и члены жюри во главе с режиссером Полом Верховеном на пресс-конференциях умудряются несколько раз вспомнить нового президента Америки, не произнося его имени вслух. Сейчас быть здесь, на международном фестивале, для меня, как для американки, просто невероятно. Я вижу, сколько важно вам в Европе понимать, что много-много людей на моей родине готовы противостоять тому, что происходит. Из уст знаменитостей звучат слова «новый мир и порядок», «сопротивление», «импичмент». В противовес общему тону из «Белого дома» на «Берлинале» в этом году особенно много картин из мусульманских стран, а еще подборка фильмов о правах сексуальных меньшинств. На фоне непридуманной повестки кино уходит на второй план. У члена жюри мексиканской звезды Диего Луны нынче те же тревоги, что и у всей его страны. Я прилетел, чтобы разузнать у вас, немцев, как надо разрушать стены. В этом вопросе среди вас хватает экспертов. А я границу с Америкой пересекал по несколько раз в месяц, и у меня было в Штатах столько любовных историй, что я не позволю, чтобы этим историям вдруг помешали какие-то стены. Нам важно не терять надежду. О разрушении стен, вероятно, говорил накануне и Ричард Гир на закрытой встрече с Ангелой Меркель, заявив, что США стоит брать пример с Германией, например, в отношении к беженцам. Гир поспешил на премьеру картины об отношениях семейных, драмы «Ужин». Помимо этого, на «Берлинале» ждут премьеры сиквела культовой британской наркокомедии «На игле» и портретную галерею сегодняшних классиков современного еще вчера искусства. Немецкого постмодерниста Бойса, швейцарского скульптора Джека Метти или легендарного гитариста Джанго, задавшего моду о так называемый цыганский джаз. Лента о нем в эти минуты открывает «Берлинале». Российских фильмов в главной программе уже второй год нет, но в этом тут просят не искать злого умысла. Я не знаю, политизированный это фестиваль или нет. Мы просто собираемся смотреть хорошее кино, надеюсь, безо всяких политических предустановок. Мне хочется верить, что и другие члены жюри будут оценивать качество фильмов, а не их идейную направленность. Перед началом фестиваля было немало спекуляций и о проблемах с безопасностью. Одна из площадок «Берлинале» на площади Брайтшайтплац. Здесь в декабре впервые в Берлине произошел исламистский теракт. Меры на сей раз приняты, но лишь в необходимой степени. Не проводить же объясняют праздник в осажденной крепости. На нескончаемые очереди за билетами это не повлияло. Я спальный мешок принес и матрас. Очень удобно. Вечером накануне ложишься спать перед кассой. Семь часов поспал, и вот ты уже первый в очереди. Все отлично. Столпотворение. При том, что вся программа фестиваля – это почти 400 фильмов. Лучших в конкурсной программе «Золотыми» и «Серебряными медведями» Берлинале наградят через неделю. Константин Гадинсвай, Кирилл Бутырин, Яна Карпова. Похожие политические мотивы, тему беженцев, права меньшинств и намеки на современную американскую политику заметили и посетители недели моды в Нью-Йорке. В Большом Яблоке сегодня первый день одного из самых престижных смотров фэшн-индустрии. По традиции, первой на показе побывала моя коллега Лиза Каймен. В этом сезоне многие дизайнеры решили включить в свои показы один и тот же элемент – белую бандану с узором, повязанную вокруг руки или шеи. Сайт «Businesses of Fashion» создал хэштег «Tied Together». Связано вместе. Бандана символизирует человеческое братство и единство, вопреки существующему политическому климату по обе стороны океана. И прежде всего имеется в виду закон, запрещающий въезд в США гражданам семи мусульманских стран, принятый Дональдом Трампом. Одним из тех, кто проявил солидарность, стал дизайнер Тадаши Шоджи. Правда, всего одна манекенщица вышла с банданой, повязанной на предплечье. Сама коллекция очень женственная, что присущи Тадаши – кружево, бархат, парча с цветочным принтом и опять металлик. «Горжетки из искусственного меха, струящиеся силуэты, золотая тесьма, костюмы из гобеленовой ткани, в которых модели напоминают наездниц викторианской эпохи. Цвета черный, серый, бордой, изумруд, несколько платьев ярко-красных оттенков. «Мы представили работы в стиле конца 60-х, начала 70-х годов. Это было время революции молодежи. Токио, Лондон, Париж, мода улиц, революция любви, любовь против эстеблишмента. Вот эти темы вдохновляли меня». Коллекция «Нунбайнур» – абсолютная классика. Все оттенки песочного – глубокий синий, серый и, конечно, черный. Брючные костюмы, классические пальто и плащи. Обувь на плоском ходу с мятой пяткой. Мягкие теплые ткани, шелк и кашемир. Простые силуэты, полное отсутствие макияжа и политики. «Мне очень понравились цвета. Очень были постельные красивые тона. Много серого, бежевого, белого, офф-вайт. Очень коллекция носибельная. Я бы с тобой, что я носила». «Мне очень понравилось шоу. Мне показалось, что коллекция очень разнообразна. Мне безумно понравилась. Крой, текстура ткани. Я только что вышла замуж, поэтому мне очень понравился костюм с разбивающимся шлейфом позади. Если бы я могла вернуться в прошлое и изменить что-то, то я обязательно надела бы этот костюм на свою свадьбу». В этом сезоне Нью-Йорк лишился нескольких крупных показов. От участия отказались такие именитые дизайнеры, как Том Форд и Рэйчел Зои. Они предпочли менее громкие дефиле в Лос-Анджелесе. А Дикий Инвай вовсе решил взять передышку после ухода от дел двух главных дизайнеров. Зато в расписание вернулся показ Ральфа Лорена. Лиза Каймен, Анна Сытиани, Владимир Бадиков, RTVI Нью-Йорк. Это все новости к этому часу. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и до встречи.